Знаете, что это такое? Это перфоратор. Не тот, которым пользуются соседи, немножко другой, более интересный для нас с вами. А вот это что такое, знаете? Это считыватель всего того, что наперфорировал вот этот. Итак, я Артём Кашканов и сегодня у нас видеообзор записывателя перфолент и считывателя перфолент. Возможно, некоторые помнят из видеоролика, который вышел перед Новым годом, что я собрался делать декатронный компьютер. Силикон-фри, так сказать, в котором не будет транзисторов, я надеюсь, не будет и диодов, а будут очень суровые интересные штуки. Куча декатронов у меня, их четверть сотни. Неоновые индикаторы, терротроны, газоразрядные и вакуумные лампы. Для того, чтобы взаимодействовать с этим компьютером, нужны более суровые девайсы, нежели телнет через вай-фай, ну или даже машинка роботрон. И то, не кошерно. А вот использование самой настоящей перфоленты очень даже подходит на роль устройства ввода программ в мой декатронный компьютер. Сам компьютер я буду собирать очень нескоро. Сначала надо все-таки завершить релейный компьютер. Я уже потихонечку продвигаюсь к тому, чтобы начать его собирать воедино. Об этом совсем скоро будет на канале ближайших нескольких роликов. А мы давайте приступим все-таки к осмотру и разбору этих двух агрегатов. Начнем с перфоратора ленточного. Такой безумный девайс, больших габаритов. Называется он PL-22 1970 года. Завода счетно-аналитических машин МПСА и СУ СССР. Номер 1469. Сверху у него есть место для установки барабана. Еще один барабан крепится сбоку. Какая из лент подающая, какая принимающая, я пока сказать не могу. Скорее всего это подающая и через систему таких крючочков она приходит на принимающий барабан. С виду девайсина довольно увесистая. Здесь у нас присутствует большой 26-контактный разъем с габаритом ШР48. Я с трудом нашел ответную часть разъема, надо сказать. Но все-таки нашел. 26 контактов. Здесь идет прямое питание электромагнитов. Должно, по крайней мере, у меня нет документации именно на этот девайс пока что. Есть документация на другой. Из этих разъемов сигнал напрямую идет на электромагнитный блок. Мы к нему еще вернемся. Собственно, сама катушка. Да, скорее всего это сматывающая, потому что она вращается свободно. Есть система роликов, через которые эта самая лента отправляется в блок перфорации. С этой стороны у нас непосредственно электромагнитный блок. Довольно компактный, надо сказать, блок перфорации и не очень понятно, что такое увесистое находится в этом гробике внутри. Но мы до этого доберемся. Сзади у нас некое подобие панели управления. Вход-выход, вкыл-выкыл. К сожалению, при доставке он немножечко пострадал. Сломалась крышечка не воиновой лампочки. Благо, у меня есть такая же крышечка. И, как видите, пострадал разъем предохранителя. Давайте его уже, наконец, вскроем. Хватит болтать. Пока я откручиваю корпус, я задумал купить парочку китайских GoPro-шек, CG-камов из стима. Буду признателен, если в комментариях напишите подходящие модели. Я слышал, они все довольно неплохо снимают. И для настольных видеороликов будет самое то. Заиспользовать такой агрегат. О, все, крышка зашевелилась. Фух! Эть! Чудо не произошло. Только не это. Паралон. Чертов поролон полувековой свежести, который превратился в коричневый кусок говна. Его придется вытряхивать и вычищать. А здесь какое-то безумие. По центру у нас приемный вал, который приводится в движение червячной парой, червячным редуктором. При этом сам вал может спокойно, свободно вращаться для компенсации различной угловой скорости при одинаковой линейной. То есть мы протягиваем ленту через механизм с одной линейной скоростью. А из-за различного диаметра катушки во время работы у нас различная угловая скорость. И нам необходимо ее как-то компенсировать. Здесь мы видим этот пасек. Еще один пасек. Моторчик по центру идет. У меня, кстати, есть подобный моторчик отдельно. Возможно, это довольно известная серия моторов. И она довольно часто применяется. Здесь мы видим, что пасек, который приводит в движение сам протяжный механизм. Он наличествует на месте, но при этом, как видите, вал в какой-то момент перестает крутиться. Я его кручу сюда, а он просто не крутится. Я так полагаю, что здесь должен быть какой-то электромагнит, который притягивает на себя какой-то фрикционный механизм. Надо, конечно, все смотреть и забирать. Вообще, девайс его нужно существенно чистить, поскольку вот этот поролон придется каким-то образом убирать. Здесь у нас безумная красота. Понятия не имею, что она делает. Здесь у нас находятся транзисторы P46, P4BE. Пардон, какие 46-е? Да, еще один предохранитель на ампер. Я, мягко скажем, удивлен, насколько много здесь электроники. Два транзистора на больших радиаторах. Толстенные текстолитовые платы. Причем, можете заметить, здесь монтаж идет не печатный. Здесь есть такие пиптики, впрессованные в плату, а к ним уже все дело остальное подпаяно. Эдакий навесной монтаж. Какая красота! Ребята, что мы здесь видим? Видим мы здесь блок электромагнитов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот они. Они довольно увесистые, большие. Каждый скомпенсирован пружиночкой. И эти самые магнитики каждый приводит в движение свою штангу. Здесь у нас есть какие-то... Сколько у нас их штук? Восемь штук. Здесь у нас восемь концевиков. Каждый из которых... Блин! Ты нажиматься собираешься, не? Надо сказать, что девайс, несмотря на свой немного потрепанный внешний вид, отлично сохранился. Я думаю, он будет прекрасно работать. Ой, я вижу шпеньки, но не представляю, как на них нажимать. То есть вот у нас кромысло и нижняя часть шпенька, который пробивает отверстие в перфоленте. Я тут заглянул в подвал и обратил внимание, что у нас левая платка находится в салазках. И справа еще два разъема под салазки, а вот там сзади видны разъемчики. Давайте-ка эту платку достанем и посмотрим, что она из себя представляет. Опа! Они последовательные. Это, блин, его интерфейс. Ну реально, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И схема, мягко скажем, представляет собой три чего-то. Сзади у нас этот самый трехрядный разъем на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На три десятка контактов. С этой стороны у нас еще один блок чего-то там. На три чего-то там. Ну, кстати, три чего-то там вполне сойдут за двоичный код. Как раз три бита. Раз, два и три. Ну и на выходе вполне может быть номер, текущий номер электромагнита, который нужно щелкнуть. Хотя, если электромагнитов нужно щелкнуть несколько штук. В общем, очень мутный девайс. Вижу, у нас мощный транзистор. И, в принципе, можно сделать что-то подобное для нашего случая. То есть, вместо того, чтобы подключаться напрямую к параллельному порту, сделать такой интерфейс. А здесь будет USB разъем. А вот и второй девайс. Это у нас считыватель перфолент. Он намного легче. Но гораздо легче, чем записыватель. Это вот его низ. Называется он Seemtron 472-3. И у меня по нему вообще никакой инфы. Самое интересное, что здесь есть надпись на немецком. Что как бы намекает. Здесь мы можем увидеть, что ему требуется 48 вольт по стоянке, 125 вольт переменки. Без понятия, это оба напряжения сразу или нет, заглянем внутрь. 35 ватт на постоянку, 100 вольт ампер на переменку, 50 гигагерцовые. Снизу у нас абсолютная пустота и почему-то у меня есть подозрение, что здесь что-то должно быть, но это не точно. Сразу бросается в глаза то, что все ролики вращаются абсолютно свободно. И меня это немножко напрягает, потому что я не очень понимаю, как происходит протяжка ленты. Лента, кстати, та же самая. Причем здесь есть очень интересный механизм. Есть 8 бит, буковка К, что бы это ни значило. И 5 бит, наверное. Для пятерки у нас ширина 17,5 миллиметров. И такую ленту я даже находил в продаже. Но опять-таки перфоратор у меня только на 8 бит. В случае 8 бит заправляется 25-миллиметровая лента. Давайте попробуем это хотя бы сделать. В перфоратор она, по крайней мере, не лезет. А вот в считыватель я, мягко скажем, не пробовал. Я не уверен, что ей вообще что-то должно мешать. В считывателе. Может, это как раз для зарядки. О! Че? Ей что-то мешает. Явно что-то мешает. Я полагаю, что там все-таки есть дополнительный механизм. Но мы сейчас это дело посмотрим. Ну, допустим, Ента-мотор. Причем мотор трехфазный. Потому что я явно вижу перемычки треугольника. 220-125 вольт, 50 герц. И у нас ротор оказывается снаружи. И опять, пока я кручу, здесь ничего не крутится. Пыть, пыть, пыть. Мотор у нас здесь, как я сказал, трехфазный. Он у нас крутится, и вот там обмонточка статора. Это мягкое девайс, наверное, компенсирует всякие дробезги. Здесь куча чего-то на пружинах, что фиксируется. Там вот виден электромагнит. Вот электромагнит. У него здесь вал. Но он не туда и не сюда. И, блин, реально тут все на пружинах. Вот еще один электромагнит. Здесь, как видите, косое колесо. То есть, это не червяк. В чистом понимании. А вот такая вот передача. Интересная. Вал дальше уходит туда. Причем, он опять перестал крутиться. О! Он стал крутиться. А теперь перестал крутиться. Ура! Я понял, как это работает. Нет, на самом деле. Вот у нас вал крутится. Мы нажали мотор. И у нас остановилось вращение. Вот этим вот хитрым механизмом. Все, вал перестал крутиться. При том, что мотор вращается непрерывно. Блин, мне нравится этот мотор. Веб. Электро. Гератеверк. Внести флюгега Хаймен. Здесь у нас непосредственно сами пины. И кто бы ни говорил, но здесь у нас маленькие иголочки. Снизу там какой-то лютый механизм, который я даже затрудняюсь показать. Видно вам или нет. Но там у нас есть кучка тяг. То есть у нас под блоком иголочек находятся сами иголочки, которые передают усилие на вот эти тяги подпружиненные. Я надеюсь, их все-таки хоть немного, но видно. А вот здесь у нас эти самые тяги передаются на вот этот валик. Я не очень понимаю, как. Совершенно пока не понимаю, как. Надо это в действии смотреть. В итоге у нас на концевиках имеется некий сигнал, который мы можем снять и отправить на разъем. А этот самый разъем довольно нестандартный тоже. Ну, вернее, он стандартный, но не такой. На нем, кстати, какие-то надписи есть, но очень похоже, что они сделаны маркером и вручную. То есть на немецком. К ним подходят провода от концевиков напрямую, что на самом деле немножко радует, поскольку это означает, что проще будет делать считыватель всего этого дела. Ну, а мы, в свою очередь, впоследствии придумаем, как информацию со всего этого считывать и отправлять в память на ферритах. Мне импонирует идея использовать раздельную память программы данных на декатронном компьютере и в качестве памяти использовать именно память на ферритовых сердечниках. В общем, я пока затрудняюсь сказать, как этим вообще пользоваться. Надо подключать это к сети и пытаться это дело запустить. Но об этом в другой раз. Так что на этом у меня пока все. Подписывайтесь на канал, а также на хабрике, Таймс, ВКонтакте, Телеграм. Ставьте этому видео лайк, делитесь им в соцсетях, а если у вас есть интересные вопросы, пишите их в комментариях. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok